Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Недельная глава Вайра. И сегодня мы читаем, как Аврагам продвигается к югу страны и он приходит в страну Плештим, в Грар. Есть мнение, что это современный Арад. Царя зовут Авимелых. Имени мы его не знаем, но Авимелых переводится как батюшка царь. И вот приходит он в Грар. Спросили люди этого места о жене его. Услышали, что она его сестра. И тут же Сара оказывается во дворце Авимелыха. Забрал. Вот так. Это было неожиданно, конечно. Авраг молится. Всевышний явился Авимелыху во сне ночью и сказал ему. Ты умираешь за женщину, которую ты взял, ибо она замужем. Авимелых взмолился. Господи, как же будешь судить народ невинный? Ведь в чистоте моих рук непорочность из сердца своего я взял. За что же такое страдание? Что я сделал? Всевышний сказал. Так как знал я, что ты взял это в непорочности сердца твоего. То я тебя удержал от прегрешения передо мною. А теперь верни человеку этому жену его. И пусть он помолится за тебя, ибо он пророк. А если нет, то умрете ты и все твои. Авимелых утром рассказал всем, кто в его доме, о том, что происходит. И они, получается, умирали. Всевышний заткнул им все отверстия. Они не могли ходить ни в туалет, ничего. Это был ужас конкретный. Рожать даже не могли. Ничего. Это был полный конец. Он быстро отдал Сару врагам. И сказал. Почему ты не сказал мне, что она жена твоя? Почему сказал ты, что она твоя сестра? И он требует ответа. Он же знает, что Аврагам праведник. Он не мог обмануть. Аврагам говорит. Во всяком месте, куда придем, ей сказал, говорит, что она моя сестра. Ибо нет. Я думал, нет страха в этом месте перед всесильным. И меня убьют по поводу Сары, жены моей. Да и вправду. Она сестра моя. Она дочь отца моего. Но не дочь матери моей. И стала мне женою. То есть она так же. То, что он сказал, она так же, как и Аврагам. Дочь Чараха. Только матери у них разные. Вот так. То есть. Естественно, мы с вами читали комментарии наших мудрецов. Которые говорят, что. У него был родной брат, который звали Гаран. И у него был сын Лот, племянник Аврагама. И две дочки. Милка Иска. То. Сара. Это и есть Иска. Так говорят наши мудрецы. Тогда она его получается племянница. Но то, что говорит Аврагам. То она его родная сестра. По отцу. Вот так вот. То есть удивительное место. И говорит потом Аврагам. 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 Говорит. Вот. Я дал тысячу серебряников. Жене твоей. И теперь перед всеми ты оправдана. Что это значит. Как понимает жизнь Авемеллах. У кого деньги. То ты прав. То есть человек. Который обладает таким состоянием. Такими деньгами. То он не прав быть не может. Его все будут бояться. Он будет. Просто недостижим. И для кого никто не посмеет. Сказать. Что она переспала. Замужняя женщина переспала с Авемеллахом. Вот так вот. Поэтому эти деньги это все. Вот для Авемеллаха это вот такой критерий. Он дает невероятную сумму. Но мы можем понять. Сколько это тысячу серебряников. Значит. Если мы берем стоимость пещеры Махпила. Которую Аврагам купил. За 400 серебрных шекелей. То она была завышена в 16 раз. Это Эфрон. Увеличил стоимость пещеры в 16 раз. Воспользоваться ситуацией. Что Аврагам не может похоронить цару жену свою. То та получается. Ее стоимость была 25 серебряных шекелей. Можете себе представить. Что такое тысяча. То это в 40 раз больше. А это стоит поле. Со всеми деревьями. Пещера. То есть это огромное состояние. То что Авемеллах дал Аврагаму. Вот такое. В данной ситуации. И Авемеллах не говорит Аврагаму. Уходи. Из. Моей страны. Он не боялся. Он не боялся. Что Аврагам может какое-то зло его причинить. Он наоборот хочет, чтобы Аврагам здесь жил. И потом расписана интересная ситуация. Аврагам говорит Авемеллаху. При встрече. То есть Авемеллах пришел к нему своим военачальником Пихалем. И хочет заключить союз. Чтобы Аврагам не сделал зла. Ни Авемеллаху. Ни сыну его. Ни внуку его. Потому что он понимает. Что со Всевышним имеет дело. И боится. Аврагам говорит. Я поклянусь. Но упрекал Аврагам. Авемеллаха по поводу. Колодца воды. Которого забрали рабы Авемеллаха. Авемеллах говорит. Я впервые слышу об этом колодце. Не знаю кто это сделал. В общем после этого обещания. Аврагам поблагодарил Авемеллаха за все. Подарил ему животных. И семь овец поставил отдельно. Авемеллах спросил. Что здесь эти семь овец? Аврагам говорит. Этих семь овец возьмешь ты у меня. Чтобы показать. Что этот колодец мой. Авемеллах с этим соглашается. И назвал это место Бершева. То есть союз семи. Вот так он называется. Или колодец клятвы. И Аврагам живет в стране Бершкин много дней. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего дяди Владимира бен Григория. Моего брата Павел бен Ефим. Самуил бен Герш. Хая Малка бот Йосиф. Мира бот Аврагам. Роза бот Михаэль. Памяти Ури бен Харитон. Мендель бен Мендель. Яков бен Ахум. За здоровье Светлана бот Клара. Шимон бен Исхак. Борис бен Мария. Анна бот Ривка. Полина перв бот Соня Сура. Лена бот Клара. Женя бот Ида. Анна бот Елена. Евгений бен София. Двойра бот Мирья. Моисей бен Ева. Элина бот Двойра. Йосиф бен Раиса. Энесса бот Маэль. Евгений бен Берта. Евгений бот Ита. Фира бот Анна. Геннадий бен Елена. Леор бен Клара. Ольга бот Светлана. Йосиф. Дан бен Цара. Таня бот Фрида. Ида бот Рива. Вадим бен Татьяна. Юлия бот Белла. Хана Цепора Бат Сара. Ася Бат Года. Мазал Парнаса Сгула. Ирина Батури. Арон Ребен Ри. За хороший дух. Арон Ребен Двойра. Днис Бен Ахум. Амигаль Бат Сара. За Парнаса и Бриют. Владимир Бен Рая. Марина Бат Рая. Борис Бен Марина. Всего хорошего. Олегу Марсенкову. Всем браха Парнаса. Каванам. Мазал то, что мы это время не грешили. Учили Тору. Всем все самое лучшее. Всем желаю крепчайшего здоровья. И пусть окончена страшная война. И до следующих встреч. Надеюсь, настоится завтра в 15.30. Шалом.